И мы переходим к следующему элементу. Начало войны определяет, оконтуривает два параметра. У войны есть два параметра, которые международные рамки, фреймы. Фреймы, которые оконтуривают эту войну. Первый параметр это время, второй параметр это место. Так, два параметра войны. Это время военных действий. Вам сейчас об этом говорили. То есть момент, то есть четко, чтобы юристы четко хотят определиться. Вот с момента как на телеграфии послали война. Все, с этого момента пошла война. Время определено. И есть окончание войны, в конце лекции мы про это будем говорить. И место. Место это называется театр военных действий. Кстати очень похоже на театр военных действий. Тут всплывают акторы. То есть какая-то сцена какая-то. И на этой сцене идет война. И международное право говорит, надо четко зафиксировать эту сцену. Представьте себе, актеры обливаются водой на сцене, а потом хоп и в зал. И в зал или кидают что-нибудь в зал. Нет. Есть такие театры, но я больше туда не пойду. Потому что да, я где-то раз попал. В цирк, кстати, я из-за этого не сажусь на первые ряды. Потому что там они не нормальные. Но не по правилам. Все это происходит. Вот так вот надо оконтывать. Театр военных действий. Что входит? Что конвенция говорит о театре военных действий? Это территории воюющих государств. Туда входят. Территории воюющих государств. И международные территории. Территории воюющих государств. Туда входят сухокутные, морское, территориальное море, так называемое. И международные территории. Международные территории, например, открытое море. В открытом море возможны военные действия. Исключения. Есть несколько исключений, когда международное право говорит, да, это международная территория, но здесь воевать нельзя. Вот здесь не надо. Две таких территории, одна огромная, нет, слово огромная слишком маленькая. Что больше, чем огромная? Необъятная. Бесконечная. Это космос, то есть космические воины пока нам не грозят в космосе, и Антарктика. Ну там холодно, смазка в ружье застревает, ну не из-за этого, конечно, но Арктика объявлена демилитаризованной зоной. То есть там военные действия не должны проходить. Итак, мы оконтрили. Ценность оконтривания в том, что мы знаем, что на этой территории войны нет, а там есть. Если мы хотим туда, мы открываем дверь и пошли. Не хотим, раз, быстренько закрыли и ждем, пока там все уляжется. То есть это дает стабильность человечеству, что это не разрастется, что это будет вот тут. А там нейтральные другие государства, вне театра военных действий. Они вне этого. Хорошо. Продолжение следует... Продолжение следует...